Раньше я как-то не задумывался о том, как в войну жили дети, чем занимались, какие играли игры, как будто война была только для взрослых. Но как-то раз мама спросила, а ты не думал о том, как в войну было детям? Вот у бабушки спроси. И я спросил. Оказалось, что детям в войну пришлось рано повзрослеть. Моя бабушка, Крабская Анна Петровна, дитя войны. Когда началась война, ей было столько лет, сколько мне сейчас, а теперь ей 87. Бабуль, а ты помнишь, как это было, когда началась война? Помню. Был летний жаркий день. Папа и мама стояли во дворе и смотрели на небо, потому что с Дальнего Востока летели масса самолетов. И папа сказал, летят защищать нас от сашистов. Сколько в вашей деревне было детей? Деревня наша состояла из 70 дворов, а детей было больше сотни, много. Только в нашей семье четверо осталось без папы. В других домах по четверо, по пятеро, по шестеро остались без отцов, когда отцы ушли на фронт. Валентина Николаевна говорила, что военное время голодное, и вы голодали. Голодали. Но, слава Богу, наша мама, твоя прабабушка, была деревенская портниха. Она очень хорошо шила, и люди в деревне Добрые платили нам, приносили всякие продукты. И мы голода большого не испытывали. Бабуль, какое счастье, что ты у нас есть. Мы тебя очень любим. Спасибо, что и вы у меня есть. Я вас всех очень люблю. Ну вот, видишь, как хорошо.